Дорогие друзья, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня у микрофона» с вами я, редактор Светлана Вишнякова, наши режиссёры Мария Новгородова, Айдын Слепцов. И в нашей студии гости я их сейчас представлю. Первый заместитель начальника службы спасения Республики Саха-Якутия, заслуженный спасатель Республики Саха-Якутия Василий Тарский. Василий Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Спасатель 2-го класса аэромобильного поисково-спасательного подразделения службы спасения Республики Саха-Якутия Батыр Сейдалов. Батыр Идрисович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли сегодня в нашу студию. Мы выходим в прямой эфир в преддверии праздника Дня Защитника Отечества и будет актуально поговорить о подвиге. Какие подвиги запланированы в этом году? Полушутя, полусерьезное спрошу, на самом деле профессия у вас благородная и наверняка подвиг – это дело обыденное для людей вашей службы. Добрый день, уважаемые радиотелезрители. Во-первых, поздравляющих мужчин, военнослужащих, ветеранов, наступающим праздником Днем Отечества. Желаю вам всего наилучшего, крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия. Ну и, во-вторых, подвиг – это очень так серьезно, громче сказано, но мы спасатели считаем и думаем, что наша работа не судится количеством совершенных подвигов или героических поступок. Самая главная наша задача – это предотвращение возникновения червячайной ситуации. То есть, чем меньше выездов на аварийно-спасательные работы, тем меньше червячайных ситуаций, этим и мы оцениваем нашу работу. Поэтому подвиг для нас – это работа по профилактике, по профилактике и предупреждению червячайной ситуации. Вот здесь надо сказать о том, что действительно у нас с каждым годом, да, вот динамика, мы делаем статистические отчеты, и каждым годом у нас количество в целом выездов на различные поисково-спасательные работы, связанные с дорожно-транспортным происшествием, связанные с этими поисковыми работами в горах, в лесу, связанные на водоемах, водолазные поисковые работы. Каждым годом понемножку, но уменьшается. Поэтому вот это вот результат того, что мы усиленно проводим профилактические, предупредительные, превентивные работы. Спасибо, я присоединяюсь к вашим словам, поздравлениям всех мужчин, всех, кто защищает нас, нашу жизнь делает более безопасной, помогает в каких-то сложных ситуациях, с праздником. И спасибо за вот такую работу, которая, конечно же, всем нужна. Но насчет того, что подвиг громкое слово, я, пожалуй, не соглашусь, потому что вы спасаете жизни людей, а жизнь — это самое дорогое. Или предотвращаете ту опасность, которая может вот как-то навредить жизни. Слушателям и зрителям я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны 32 00 66 32 11 66. По ним вы можете задать свои вопросы гостям студии. Насчет того, чтобы предотвратить. У нас в связи с нашим климатом, что не сезон, то, в общем-то, и свои сложности. Сейчас, в зимний сезон, какие работы проводятся, чтобы предотвратить, что, какие ситуации сейчас могут для человека быть риском? Еще раз здравствуйте. С наступающим праздником всех защитников Отечества. Сейчас у нас начинается весна, и очень много у нас по республике начинается выезда рыбаков по улусам, уже тепло. Очень много туристов посещают нашу республику. И хочу вот всех предупредить, чтобы были всегда готовы, потому что март месяц у нас ветренний месяц. В конец февраля, начало марта ветра, вот выезжают на машинах, неподготовленные. И потом уже, как бы, они попадают в такие ситуации, что уже идет опасность их жизни. Вот чтобы вот этого, как бы, не происходило, и чтобы мы в это не выезжали, вот на такие случаи, хочу предупредить, чтобы водители, уезжающие на дальнее расстояние, были подготовлены. Был запас бензина, запасов частей теплой одежды, сотовая связь, чтобы постоянно была запасная батарейка. И чтобы перед выездом предупреждали, например, родственников, мы вот выезжаем вот столько-то, будем примерно через столько, чтобы можно, если они не выйдут на связь, чтобы родственники уже могли бы выйти к нам на связь, чтобы, например, мой родственник выехал, и вот еще на связь не вышел, чтобы не терять время. Батыр, действительно, сейчас вот время уже такое пахнет весной, да, и как-то и солнце вроде бы, хотя еще зима у нас такая лютая, а март еще холодный. И, конечно, хочется как-то вот и на природу съездить, и на солнышке на этом раннем погреться, и иногда люди забывают о каких-то мерах предосторожности, о которых вот вы сейчас напомнили. Что может случиться с человеком, если он вот пренебрежет теми советами, которые вы перечислили? Ну, все равно, вот как вы сказали, вот у нас же все равно, погода все равно холодная, и если машина заглохла, и то, если неподготовленный, не одетый человек, то уже могут быть обморожения, вплоть до трагедии. До летального исхода. До летального исхода, да. То есть обязательно нужно, чтобы была теплая одежда дополнительно, да, на случай того, что если машина заглохнет, и нечем ее будет прогреть, невозможно будет ее прогреть. Что еще необходимо, что еще может случиться, и как от этого себя обезопасить, если вдруг что-то? И что случается чаще? Вы ведь, вам ведь все равно поступают эти вызовы. У нас вот случаются такие ситуации, когда вот автомобилисты вот выезжают на дальнее расстояние, вот на реку, например, рыбаки, да, вот на дальние лусы выезжают. Это вот эти вот в проруби, да, когда рыбачки? Которые на подлёдную рыбалку, и резко, не ознакомившись с погодными условиями, поехали на рыбалку, и как бы их застает непогода. И как бы всю дорогу заметает, и они никак не могут, машины хоть заведены, но они не могут двигаться. И вот 2-3 дня, 4, может, на неделю может дуть, и вот тоже очень опасно это. Надо очень... То есть надо за прогнозом погоды следить? За прогнозом погоды, да. С понтамной такие вещи нельзя делать, надо все все продумать. Еще я знаю, что у нас любят выезжать, просто покататься на, как они называются, забыла, как называется, на чем катаются у нас по снегу. На лыжах, на склонбордах. Ну, да, что-то там, я забыла, как называется, сейчас помню. На дальние расстояния выезжают, вот на зимовье, вот позимовая, там вот как-то вот поохотиться, там здесь какие должны быть учтены меры предосторожности? Это ведь тоже такое экстремальное достаточно. Ну, как бы, кто выезжает на зимовье, как бы, они же уже подготовленные, уже охотники. У них, как бы, это как бы род их жизни, ну, как бы, они всю жизнь этим живут, но они очень хорошо сами подготовлены. И они знают, что, ну, как бы, что делать в таких ситуациях, в крайне сложных ситуациях. То есть, с охотниками дела у нас лучше, чем с рыбаками, да? С рыбаками хуже. Если вдруг человек не учел какие-то погодные условия, он чувствует, что вот дальше ему самому никак, какие нужно предпринимать сразу же действия? Куда звонить? Родным или сразу вам? Так, звоним по телефону 112. Это единая диспетчерская служба. И служба, как бы, спасательная служба. И, как бы, если все равно, если вы уезжаете, как бы, когда вы выезжаете в Улусы, все равно сотовая связь. Вот, ну, как бы, у нас, вот, например, на реке Лене, часто-часто, ну, как бы, у деревни же, да, северно охватывается, вот, авось, почти всю часть охватывает. И даже если телефон на минусе, звоните на 112, и, как бы, северно... Это звонок все равно дойдет? Да, да. И, как бы, главное дозвониться туда. А дозвониться сложно? Нет. И потом здесь, вот, с наступлением праздников, 23 февраля, 8 марта, да, обычно у нас, как бы, люди выезжают в другие районы своим, ну, друзьям, родне. Поэтому особо просим и обращаемся к населению о том, что обязательно надо сделать осмотр транспортного средства, запас теплой одежды, продукта питания, потому что зима еще не закончилась. И поэтому, вот, такие дальние, особенно, поездки надо быть поосторожнее. Ну, и, конечно, с приближением весны у нас туристы приезжают, очень много туристов за пределы республики Саха-Якутия, за пределы нашей России, иностранные туристы, да. С каждым годом, ну, приезд, внутренний туризм разбивается, вот, интерес большой для республики. И вот они, вот, в Верхоянских хребтах часто альпинисты приезжают, и вот здесь как раз очень опасные это лавины. Вот у нас было несколько, ряд случаев, когда лавиной, вот, были, мы проводили спасательные работы, даже случилось, вот, трагические случаи, да. Поэтому вот здесь тоже мы обращаем внимание. Как бы это сезонные такие бывают, ну, происшествия. А вы говорите трагические случаи, а что случилось? Ну, вот, года, 7 лет назад у нас с Казани вот альпинисты приезжали, и вот двое, в том числе, это старшие, вон, под лавиной, они погибли. Мы их вытащили вертолётами, реагировали, вот. Ну, и иностранцы тоже бывали случаи, ну, летом на горных реках тоже вытаскивали потом. Хотя, кажется, туристы, они ведь идут под присмотром, там, обязательно же есть гиды, которые сопровождают их, и всё равно никогда может увенчаться. Да, вот туристам мы всегда, ну, и это все туристы знают, в принципе, должны проходить регистрацию нашей службы. У нас есть отдел целый, вот, и, значит, перед регистрацией они проходят инструктаж, наши специалисты им дают инструктаж, вот, и, как бы, контрольные у нас звонки. Ну, вот, оперативные дежурные у нас работают круглосуточно, договаривается, ну, как бы, звонок, контрольные звонки. И поэтому мы здесь обеспечиваем их небезопасность. Но это дело добровольное. Мы продолжим буквально через две минуты и вернёмся после короткой рекламы. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире в нашей студии «Спасатели». Люди, не побоюсь этого слова, герои. Для меня эти люди, которые совершают подвиг, рискуя своей жизнью, спасают жизни других людей. Мы сегодня говорим о том, как сделать жизнь наших якутян, жителей нашего города и жителей нашей республики более безопасной. И как нам самим помочь спасателям, чтобы у них было меньше работы. Если у вас есть какие-то вопросы по нашей теме, звоните 32 00 66, 32 11 66. А мы продолжаем. Расскажите, пожалуйста, вообще о вашей службе. Может быть, там, в двух словах, может быть, чуть подробнее. Сколько у нас спасателей, сколько лет вы работаете, и ваша служба, и почему она считается единственной, в чём-то эксклюзивной по всей России. Ну, эксклюзив заключается тем, что у нас многофункциональная, профессиональная аварийно-спасательная служба. Ну, как бы, в связи с тем, что у нас передано ряд полномочий, поэтому мы, кроме поисково-спасательных работ, занимаемся и другими, ну, такими государственными полномочиями. Вот. Ну, это, наоборот, добавляет, наоборот, ну, как бы, всё равно одна и та же задача, одна и та же работа. Да, ну, допустим, поисково-спасательные работы, это само собой, это вот в самых разных местах, вот, считая, ну, в годных условиях таёжной местности, да, плюс водолазные работы у нас ходят туда. Вот. Вот. Далее у нас автомобильная перевозка, да, доставка сил и средств, помощи, материальных средств, гуманитарной помощи пострадавшим. И доставка различных материально-технических средств для населения, пострадавших в районе террористической ситуации. Далее у нас имеется газоспасательная служба, вот, НОМА я как раз, ну, обеспечиваем, обслуживаем объекты, предприятия, которые занимаются опасными веществами. Это вот не в газ, да. Также мы занимаемся вопросами авиационного обеспечения, ликвидации террористической ситуации, это вот обеспечиваем, обслуживаем авиацией МЧС Российской Федерации, также гражданской авиации, да, вот, наших авиакомпаний. Вот. Также мы занимаемся вот беспилотными летательными аппаратами тоже, да, обслуживанием, заказом, вот. Далее центр предупреждений, занимаемся мониторингом, прогнозированием чрезвычайных ситуаций, разных чрезвычайных ситуаций, вот, гражданской обороны, их части хранения, закупки, средств индивидуальной защиты, защиты. Ну и вот с недавних времен занимаемся эвакуацией фрагментов ракетоносителей «Союз», это вот, когда с вводом эксплуатации космодрома «Восточный», это вот на территории Алданского района, Кобяйского и Вилюйского районов. Ну и сейчас вот у нас, как бы, при поддержке главы и по поручению главы Республики Саха-Якутия Сергеевича Николаева, у нас открывается новое подразделение для работы сложных, наиболее сложных, ну, выполняющих работу, да. Это вот 41 человек открывается, вот, и буквально мы сейчас набираем, уже завтрашнего дня набор идет, набор идет, требования специальные есть, и они будут тоже подготовлены, обучены, и уже 1 апреля должны встать на защиту нашего населения, в том числе и для тушения ландшафтных пожаров. Ну и открывается, вот, как раз-то, вот, с первых, ну, в эти дни, вот, идет подготовительная работа тоже по поддержке главы Республики, это вот в Татинском районе с филиалом Теропчей, Батагайском, Лусе, Верхоянском и Лусе, поселок Батагай, тоже филиалы. То есть у нас сейчас имеется, вот, работает 6 филиалов, еще 2 филиала добавляются. То есть это говорит о том, что мы расширяемся, самая главная задача – это быстрое реагирование в зону через, да, быстрое реагирование. Тем быстрее мы реагируем, тем больше самше спасение. Поэтому открытие филиалов очень важно, потому что или сякульски реагировать в районе, или оттуда сразу на месте. Это же шансом на спасение возрастает, вот. Говорит ли это о том, что профессия спасателя на сегодняшний день популярна? Ну, конечно, популярна. Ну, к нам отбор очень такой жесткий, есть требования специальные. И остаются только те, которые преданы душою. Преданные для них самая главная сель, задача – это спасти людей. Это остается, вы имеете в виду, во время учебы там какой-то еще процент отсеивается? А, ну, это… Или во время работы уже? Во время работы. Ну, вообще, у человека, да, мы сразу там комиссионно видим, что человек, который предназначен для спасения, он сразу видно. Мы и психологические тестирования проводим, и есть у нас психологи, там, медики и так далее. Вот, поэтому, вот, вообще мы вот работаем, как бы, уже имеем свои вот эти направления, программы работы в школах, да, вот, в школах есть профильные классы. С ними мы работаем, вот, даже детского сада, вот, детсад номер 10 Тулукчан, у него программа по безопасности же идет, детского сада работа. Потом в школах есть профильные классы, вот, система такая. Потом техникум есть у нас, вот, сотенцы, черопчинские, харбалахские, да, юбилюйские. Ну, потом высшие учебные заведения, годные институты есть, где готовят, да, вот. Вот, поэтому спасатель, он человек, который, у него очень сильно, да, вот, формировано понятие, вот, такое, ну, гуманность. Гуманность, он настолько гуманный, чем это мы выявляем, да, и формирование культуры безопасности. Вообще, формирование культуры безопасности, о чем мы говорим, что человек должен заранее подготовиться, да, перед выездом. Или, допустим, сел он на моторную лодку, обязательно спас-жилет должен, который на рынке стоит полторы тысячи. Но, как это, без спас-жилета человек выехал, это уже человек должен знать, другой человек, который его провожал на берегу. Этот человек может не вернуться обратно. Вот, и таких случаев очень много. Когда без спас-жилета на реках, и все, ну, бывает, пропадает вот это. Поэтому формирование культуры безопасности, оно должно быть на каждого человека. Это мы должны со школьных, с камин, детского сада даже должны. Это вот, и все, вот, преподаватели, учителя, родители, и человеку должны перевить. Вот. Чтобы мы думали о том, что все-таки жизнь это очень ценный подарок, и как нам ее беречь? Да. Свою собственную жизнь. Каждый человек с детства должен знать, в каких случаях он что должен делать, и в каких случаях он не должен делать что-то. в квартире, или в общественном месте, ну, нельзя газ, вот, кран газ открывать без этого, безнадобно. Смотрите, нужно думать, что жизнь ценная, да, а спасатели, с другой стороны, они ценой могут своей жизни спасать чужую жизнь. Это, получается, тогда люди, которые способны ставить ценность другой жизни выше, чем ценность своей. Какие главные качества для спасателя, кроме вот гуманности для вас? И какие есть у вас, как вы сами считаете? Мне кажется, это смелость, вот почему-то, я думаю, без смелости это точно никак. Как-то себя характеризирует как-то. Ну, конечно, характер, физическая подготовка, потому что... И скромность. Да, потому что вот до таежной местности, да, на поисковой работаю, человек, потерявший он, как бы, уже в положении истерики же, у него этот шоковый шок, поэтому он может до 50 километров в сутки может идти, куда глаза гладят. Поэтому спасатель тоже должен, наоборот, он выше, больше должен. Он каждый день по 50 километров, это нужна такая подготовка же. Или водолаз, он должен при определенной течении реки, он должен же погрузиться в воду. Правильно. В темноте искать людей и так далее. Поэтому физическая подготовка, психологическая, теоретическая, практическая подготовка у него на высоком уровне. Ну, мы постоянно проводим по плану, так, перейдите, ну, работу, обучение. Каждый месяц принимаем за счеты, экзамены. Это вот планово идет. Потому что спасатель не должен сидеть в одном месте. Потом у нас технология развивается в мире. Мир вообще развивается. Оборудование и так далее, народном хозяйстве. Поэтому мы же их, потом, в случае чего, через их ликвидируем. Поэтому мы обязаны знать, в принципе, хотя бы общий, вот как его можно локализовать, ликвидировать. Поэтому у нас такая работа у нас идет. Мы выше должны больше знать вот эти новые технологии, новое оборудование. Части, как его потом остановить, ликвидировать. А старое оборудование ликвидируете? Нет, я говорю, вот сейчас поступает же, разрабатывается в народном хозяйстве разные новые технологии, оборудование. И вот как раз мы это тоже изучаем. Совершенствоваться. Да, совершенствоваться. Как его потом, в случае аварии, ликвидировать. Вот. Поэтому мы совершенствуемся постоянно. Оборудование, это ладно, это все-таки железяки. А вот как вы делаете так, чтобы люди не выгорали в этой профессии? Потому что профессия же действительно очень сложная. У нас в 42, да, минуты будет реклама. Мы сейчас об этом продолжим говорить в третьем блоке. У нас еще есть время. И еще поговорим о том, какие... Да, мне кажется, тут еще минуты же в 43. Да, тогда вот, пожалуйста, можете ответить на мой вопрос. Как не выгорают ваши сотрудники, что вы для этого делаете? Ну, специально есть закон, наш базовый, в аварийно-спасательном службе, статус спасателей, и федеральный, и эрич-моликанский. Там как раз есть статья о восстановлении, психологической, медицинском восстановлении, реабилитации называется. И как раз мы вот занимаемся и реабилитацией. У нас есть отдел медико-психологический. Психологи занимаются после возбращения через ребятами. Потом есть вот эти в наших санаториях. Есть профилактические вот эти, ну, как бы, лечения, да? Лечения. Потом ежегодная медицинская проверка идет. Ну и потом культурно-массовая программа. У нас Госкомитет по обеспечению безопасности жизнедеятельного населения. Прерву вас, продолжим в третьем блоке. Не теряйте нас, скоро вернемся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире в нашей студии служба спасения Якутии. И мы говорим о том, как люди этой профессии помогают себе не выгореть. Потому что профессия каждый раз, каждый день связана все-таки с риском. И наверняка это сложно для психики ваших сотрудников. Ну, у нас служба спасения работает под руководством органа полномоченной исполнительной власти республики. Это Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Саха-Якутия. Под руководством Левчикова Демитрия Николаевича. И вот у нас государственная программа республики Саха-Якутия есть по обеспечению безопасности населения. Урежденный главой республики Саха-Якутия. Как раз там и предусмотрены финансовые средства на медицинскую и психологическую реабилитацию спасателей, на социальную помощь спасателей. Ну, вот, как я и сказал, проходят реабилитацию, медицинские осмотры проходят. Ну, и у нас ежегодно повторяющиеся традиционные мероприятия проводятся. Вот, скоро у нас в марте будет проводиться, ну, Государственный комитет проводит республиканский турнир Хабсагай. Вот, как раз уже в середине марта проводится, да. Ну, и наши спасатели там участвуют. Спортикиады ежегодно проводятся в нашей системе, да, вот, системе спортикиады по видам спорта. Потом тоже национальный праздник СССР, вот, Государственного комитета проводится. Вот такие мероприятия у нас общими усилиями, общей системе нашей, вот, очень хорошо, дружно проводятся. И спасатели, конечно, активно участвуют, и у них это тоже, мы считаем, это... Хочется спросить, а что же для душевых, потому что все равно все такое очень активное и спортивное. У нас есть вопрос от нашего слушателя или зрителя. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Алло. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, слушаем. Алло, здравствуйте, это, звоню, это, стиксель. Ох, как издалека. Слышно, да? Да, слышно. Ага. Вот, меня зовут Валерий Васильевич, руководитель многодневных дальних пешелыжных переходов. Вот, я очень хочу поблагодарить команду спасателей Василия Васильевича, он, вот, Батера, лично знаком с ними. А чем они, как познакомились, чем помогли? Вот, они, Василий Васильевич, его команда, нас, в течение 50 дней, они делали слежку нашего перехода и поддерживали все время связь. Вот, мне очень понравилось, который Василий Васильевич нам передоставил буй, и она, ну, указывала, где мы находились, если даже вот налево-направо из-за павод этих наледей обходили, и они даже это видели через спутник. И это очень понравилось мне. Вот, и у нас, значит, в Тикси тоже была, поселок был заморожен, и тут они тоже очень так организованно нам помогли. Спасибо большое. За это вас, за вашу работу хочу поблагодарить от нашего Булунского ВУСа. Спасибо. Желаю вам здоровья, успехов в работе и счастья в личной семейной жизни. Спасибо, Валерий Васильевич. Спасибо. Валерий Васильевич, спасибо большое. Хорошо, что все хорошо закончилось. Да, Валерий Васильевич, он и его команда там, они неоднократно вот с Тикси до Якутска лыжный переход совершали. Это 1600 километров, они на лыжах. И вот подопрошлом году они вот с Якутска впервые, с Якутска до Тикси, переход делали через Верханской хребты. Это вот очень сложный переход. Все снарожение, все это они... Про это он говорит. На себе все тащили. Ну, мы здесь обеспечивали их вот это отслеживание контроля. Вот то, что я сказал, туристические. Валерий Васильевич, он как бы делал переходы со школьниками, например, с Булынского областа в город Якутск тоже несколько раз они ходили. То есть, если, допустим, чтобы вот точно уже все хорошо было, да, нужно зарегистрироваться через службу спасения, чтобы вы их курировали постоянно, то есть видели, как они передвигаются, и в случае чего вы сразу же, не дай бог, там, да, что-то выехали на помощь. Если даже у них что-то происходит, так чрезвычайная ситуация происходит, у них на ВИПере, как бы, кнопка СОС есть. То есть, они даже на связь не выходят, СОС, если они объявили, то, значит, уже им нужна помощь. А если такой кнопки нет, то тогда 112 номер, по которому люди звонят, вот в ближайший... Доступна сотовая связь. Да, ну да, бывает... Как бы, вот такой случай тоже был, вот по 112, на той стороне, в Солданском районе мотоциклист поехал в Мегикоголасский район, и между ласами заблудился, у него, как бы, полила нога, он не мог ходить, он ехал на мотоцикле, проколол колесо, и он, как бы, и он сам не знал, где он находится. И вот, как раз были на смене мы, и, как бы, он на нас выходил на связь, и мы говорим, давайте позвоним по 112, потому что мы сейчас предупредим, чтобы оператор вас вычислил. И, как бы, если вы даже звоните на 112, то ваши координаты уже... Мы уже знаем вас, координаты. Поэтому помощь была быстро направлена, и в течение двух часов его уже забрали. То есть, вот если куда-то все-таки нужна, нужна компания, да, потому что вот 112 звонить, значит, когда, если кто-то потерялся, да, если человек не вернулся, да, вот в определенный какой-то срок, да, если люди теряются, вы выезжаете, если, например, вот в ближайшее время, да, у нас какие риски с тонким льдом, паводок, это тоже вот все к вам, да? Да, все, все чрезвычайные ситуации. Вот по паводку, да, у нас, конечно, серьезные мероприятия уже скоро, да, вот поэтому мы по обеспечению безопасного прохождения весеннего полуводия, ну, здесь уже есть распоряжение правительства республики Саха-Якутия о задачах органов исполнительной власти по безопасному пропуску весеннего полуводия. И в его исполнении это распоряжение правительства мы занимаемся. Спасатели готовятся, буквально, телефон. Да, у нас вот телефон, думаю, что мы успели... Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, слушаем. Я хотел бы сказать спасибо Статинского луса, бывший работник МТС, Кафрин Гаврил Иванович. Говорите, говорите. Они меня знают. Я хочу сказать им большое спасибо за поздравление меня с днем рождения, 70-летним. Да, действительно, мы с ними прошли очень большую такую работу, период паводка Татинского луса. От всего имени Татинского луса большое спасибо вам за работу, за то, что вы есть. Спасибо. Спасибо, что вы понимаете. Такие хорошие слова вас наверняка часто благодарят, тем людям, которым вы помогаете. Вот это в 2007 году, когда было катастрофическое затопление села Атык-Кюль. Вот Гаврил Иванович Работ-Каперин работал первым заместителем главы района. И село Атык-Кюль 70% затоплено было, дома, территории. И дома в течение месяца были под водой. Поэтому настолько много воды было. Ну и, конечно, тут играли факторы. Это количество воды, снега и так далее. И река Алдан тоже не смогла вытянуть речку Татту. Поэтому факторов много было. И целый больше места мы там находились. Я как раз руководил этой группой по ликвидации человеческих случаев больше месяца нам. И вот как раз Гаврил Иванович здесь, будучи председателем КТИС района, он здорово тут вместе мы работали. Как ваши семьи переживают? Да, вас только подолгу дома нет. Мы привыкли, привыкли. Конечно, большое спасибо нашим супругам, конечно. Потому что, когда мы месяцами... Вместе не счете сложно? Ну и раз, три месяца было. Три месяца. Вот когда Тикси замерзла, три месяца я был в командировке. Батагаю, аэропорт, тоже месяц. Ну вот месяцами, конечно, вся тяжесть этого дома, детей, это остается ложиться на плечи этого супруга. Да, как будто вы вместе несете эту службу. Потому что действительно достается. У нас остается не так много времени. Чуть больше минуты. Может быть, у вас есть какие-то слова для наших слушателей и зрителей. В преддверии паводка, которого нам не избежать, в преддверии тонкого льда, который тоже у нас будет. В преддверии дыма, который наверняка тоже будет в это лето. Хотя очень бы не хотелось ничего этого. Да, мы готовимся и безопасного прорыва весеннего полуводия, и безопасного прохождения лесопожарного сезона. Вся республика, правительство республики, глава республики уже неоднократно проводил организационные мероприятия. Все деньги выделены. Поэтому со всей ответственностью мы готовимся и считаем, думаю, мы обязаны на 110% выполнить свои обязанности. И тем самым обезопасить население республики Саха-Якутия. Желаю здоровья, всем крепкого счастья, успеха, семейного благополучия. Спасибо большое, взаимно вам желаю всего самого доброго. Огромное спасибо за сегодняшний разговор. Надеюсь, что никому из нас не придется набирать номер 112. Но если вдруг что-то, звоните 112. Служба спасения Якутия на связи. Всем хорошего вечера. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.